Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Комендбай. Ко мне обратились заказчики, сейчас я иду на объект, где произошло возгорание бани. Предварительно мне фотографии скинули, перед Дмитрием подъезд. Здесь также будет строитель, который закрывал вопросы по этой бане. Не знаю кто он, столер, плотник, но меня это не волнует. Поэтому я должен увидеть объект, сделать какие-то выводы о том, как был смонтирован дымоход. Поэтому все увидите напрямую от первоисточника. Перед вами баня, а выведена она сразу начнем сверху, буквально вровень с коньком. Хотя здесь по нормам должно быть на полметра выше конька. Эта труба, труба одного из производителей в Республике Беларусь. Много очень объектов с этой трубой закрывает, поэтому с ней вопросов с трубой нет. Здравствуйте. Так, ну смотрите, первые косяки которые. Вот эта труба должна начинаться, но на 25-30 сантиметров ниже уровня. То есть сейчас стык сделан в потолке. Это можно, ну не знаю, крайний случай, но не в банях. Ни в коем случае в бане, потолке стыки не заставляют, они не должны быть. Можно закрыть глаза вот на эту состыковку, где труба собирается по дыму. Это второй вопрос, но вот этого ни в коем случае. В общем, это первая ошибка, которую допускают многие строители. И вот в бане сейчас такой чердак маленький. Ой, смотрите. Еще раз, я очень часто говорю о том, что любую хорошую трубу можно испортить монтажом. Труба полностью соприкасалась. Вот доска, где-то ее размер 25-ка, скорее всего толщина, но не суть. Полностью соприкосновение шло с древесиной. Слава Богу, что здесь успели все затушить. Потому что помещение маленькое, из-за ограниченного, скорее всего, потока воздуха, здесь ничего не вспыхнуло. Вот эти вещи, ну это раз. Здесь температура, вот эта труба пойдет под замену, потому что, скорее всего, температура очень высоко поднялась, ее разорвать, деформировалась. И вот здесь то же самое. Если даже не на первом этаже, к этим узлам также надо очень серьезно относиться. Я уверен, что, когда я ее демонтирую, скорее всего, там тоже будет обугливание. Вот это красный герметик термостойкий. Не знаю, почему там клали. Ну, скорее всего, там... А, да. Смотрите, вагонка также идет вплотную к дереву. Продавцы говорят очень многие о том, что здесь температура уже очень низкая, она падает, такого возгорания не будет. Нет, возгорания будет, потому что температура, что на первом этаже, еще на последнем, одинаковая. Плюс труба, смотрите, она гуляет, она без стыковки идет. То есть, никаких креплений внутри не стоит. И вот здесь, не герметично, внутри труба, раз тут не посажен друг в друга. Поэтому, есть комуты, есть заклепки. Ну, ни в коем случае, так делать нельзя. Это баня, а баня это бешеная температура. Я, несмотря на то, что у меня монтажей, наверное, из 250, наверное, треть идет баня, очень-очень осторожно к этому отношусь. Ну да, здесь вагонка, видите, вплотное соприкосновение также есть. Ну, и то, что я вам говорил. Это, что это? Ну, это какая-то ДВПшка. Эта ДВПшка, сюда ставится экран с отверстием под определенный угол. Также не горючка. Здесь надо вырезать с окно 500 на 500, как и здесь. Это минимальное отверстие. Очень много вариантов монтажей. Вы можете у меня на канале посмотреть, как я делаю. Но это одни ошибки. Есть строитель, который начинает работать. У меня есть подписчиков. Я спрашиваю, Дмитрий, какое расстояние должно быть от дерева до горючих материалов. В сертифицированной трубе у нас в Беларуси проходит сертификация СТВ 1856.1, 1856.2. Если труба сертифицирована, у нее в сертификате в последние цифры, где указано G либо О, в каком режиме устанавливается работает, вернее, дымоход, расстояние до горючих материалов. Это минимум, это до горючки. Ну да, можно от этого отходить. Стоять изоляционные материалы различные. Уходить. Поэтому обязательно труба даже сертифицирована. Этот производитель, он сертифицирован. Я еще раз объясняю, я где-то треть монтажей под дымоходом закрываю именно с этой трубой. С ней вопросов никаких нет. Вопрос в монтаже. Видите, она полностью уходит, как не должно быть. Она должна фиксировать. Почему? Потому что она внизу не фиксируется. И вверху, соответственно, тоже. Да, ну нет, не надо, не делайте так. Правильно? Ну все, выключаю. Конечно, нет. Это горючий материал. Когда ставите горючий материал, то здесь... Подожди, это же не просто кусок трубы железной. Сэндвич не предназначен для того, чтобы вы... Это не противопожарный элемент. Это сэндвич труба. У нее есть строительная норма. До горючего материала, которые должны соблюдаться. Не, ну понятно. Здесь этого нет. До какой степени нагревается эта труба? 140-180-200 градусов. То есть наружу? Конечно. Она нагревается до такой степени? Конечно. 180-200 градусов, 140. У этого производителя труба нормальная температура 140 градусов. Вот этот сэндвич, наружная сторона нагревается до такой степени, что может сгореть фол? Конечно. Да? Да ну перестаньте. Посмотрите, зайдите ко мне на канал. Если вы не подписаны на мой канал, зайдите. Вы хоть будете знать, о чем речь идет. То есть просто человек отдал несколько сотен долларов за вот этот сэндвич трубу за эту? Конечно. Которая нагревается до красна? Конечно. Не до красна. 140 градусов это не до красна. До красна это температура 500 градусов. 500-550. Вот это до красна. Эта труба цвет не меняет снаружи. Внутри у нее температура там 400-500-550, но снаружи у нее температура 140-160 градусов. Поэтому здесь первое, что ошибка, это сделано неправильно. Эта труба это не защита от пожара. Эта труба не изоляционный материал, это дополнительная изоляция. Она нагрелась до такой степени, что от нее загорелся пол? Конечно. Конечно. Такого быть не может. Да привет. Еще раз объясняю вам. По строительным нормам. Почему даже до кирпича, когда вы ведете, вы меня перебиваете сейчас. Подожди. Строительные нормы одно. Я 20 лет работаю на стройке так. И я лично сам не сталкивается, но я много раз слышал, что утеплитель, который находится внутри, он насыпается. Это не этот утеплитель. Вы это говорите. 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 Вы сказали все? Ну. Тебе не перебивайте меня. Объясняю. Я этого производителя хорошо знаю. У меня этих монтажей с ними где-то, ну не знаю, 70 или 80 монтажей, которые я сделал с этими дымоходами. Это по банкам. Я не беру остальные объекты. У нее стоит утеплитель, руку «Лайвэт Мэт». Либо пара «Лайвэт Мэт». 120 кг на метр кубический. Это армированный утеплитель, если вы не знаете. Который выдерживает температуру 600 градусов. 600 – это временная нагрузка. Понимаете? Ну, каждый производитель говорит, что выдерживает. Нет. Выдерживает. Есть технические нормы. Здесь вопрос не в утеплителе. Здесь вопрос не в трубе. Здесь вопрос в неправильном монтаже вот этого элемента. Противопожарный узел. Вы должны понимать, если берете за эту работу. Противопожарные бани горят. Все дома горят не из-за дымоходов, а из-за противопожарных узлов. Их неправильно делают. Ни в коем случае к дереву, неважно, хоть вы здесь 200 см утеплителя делаете, к дереву нельзя, чтобы соприкосновение шло с металлом. Это золотое правило. Все. Никакого дерева. Ни здесь, ни здесь и не через 10 метров. Этого быть не должно. Обязательно должны быть зазоры. Вот на этой трубе. У этой трубе есть сертификация. У нее, если я не ошибаюсь, 40 см до горючего материала. Это проходит в испытании. Наши пожарники испытывают эти трубы. Но это расстояние можно сократить, используя специальные изоляционные материалы. Это может быть скамотек, супер изол, базальтовый картон, рукулвайротмет, минирит, стружечная плита какая-нибудь, ЦСП. Да, но здесь этого ничего нет. Там керану попадались. Все понятно. Вот здесь его нет. Я не вижу. То есть труба, в трубе все нормально. Там все утеплите. Там все будет нормально. Если я его разберу, там все будет. Причина одна. Какое решение? Нужно сделать вот это. То есть, слава Богу, заказчик все быстро потушил и все. Что нужно делать? Сейчас демонтируется, вырезается вот этот вот кусок горючего материала. Труба, вот этот метр трубы убирается, потому что, ну, я как бы... Не метр, там пол метра. Ну, тем более, пол метра, не важно. Я бы вообще, если у меня такое произошло, я бы заставил вас поменять вот эти все объекты. Потому что товарный вид вот этот вот не имеет, она уже копость. Либо... Вы напишите все, что необходимо, и работа по демонтажу. Либо... Вы будете сделать вы? Ну, либо она черная. То есть, я как потребитель, я бы ее... Ну, нет. Вы испортили мне трубу, вы загорели. Я говорю, слава Богу, что здесь все обошлось вот так. То есть, вот именно это. Вот из-за этого. Вот только это. Только из-за этого. Только из-за этого. Из-за примыкания к дереву. Почему у нас два года назад пожарники взялись за трубы, за сертификацию? Потому что с Россией пошла, с Российской Федерации прошел контрабас. Везли сюда все, что попало. Все, все, все. На рыноке все продавали. Сейчас такие фокусы уже не проходят. Сертификация. Белорусская, не российская, не польская, не украинская, а белорусская. И тогда они продаются. Эта труба, она прошла сертификацию. Еще раз повторяю, я этого производителя очень хорошо знаю. То есть, эта труба раскалилась до такой степени, что загорелась? Труба не раскалилась. У вас полный. При какой температуре возгорание сажа, возгорание горючих материалов происходит? При какой? Ну, я вас спрашиваю. Я не знаю. Ну, видите. При какой? Это в районе 200 градусов. А почему тогда, если эта труба нагревается до градусов до 100? Эта труба, еще раз, это рабочая температура, у нее режим рабочий. Если мы бытовой режим возьмем 140-180 градусов, это нормальная температура. Это нормальная температура. Она хоть на 300 градусов может раскалиться, у нее не должно быть вот здесь никакого примыкания. 400 градусов, это уже другие вопросы с трубой тогда решаются. Ну, у вас здесь сделан неправильный потолок. Еще раз говорю, на 99% дымбани горят не из-за дымоходов, а из-за вот этих вещей. Из-за этих, и вот за этот вот верхний переход. Ни в коем случае дерево нигде, никогда, ни в каких условиях не должно примыкать. Минимум можно, да. Я там, бывает, у меня такие объекты тяжелые, где, ну, нельзя, нету возможности поставить. Я все равно 5 сантиметров, но оставляю. Любыми изоляционными материалами использую, ну, чтобы все равно зазор оставался. Бывают такие объекты тяжелые, никуда не уйти от этого. Я не думаю, что от этого сэндвича загорится пол дерева. Это должно, это раскалилась труба до такой степени, что она была красная. Она не должна раскаляться. А? Труба не была красная. Послушайте, послушайте меня. Труба внизу будет красная на голом участке трубе. Да, да. Она была красная, она нагревается до красна. Это нормальная банная температура. То, что голая труба нагорается до красна. Но сэндвич здесь, на этом, я вам даю гарантию, что он до красна не разогревается. До красна разогревается, температура... Внутри. Это внутри 500-600 градусов Не нагревается здесь до красна Не нагревается, никогда в жизни он не нагреется Он может помутнеть Помутнеть может, когда там за 300 градусов Идет температура Он может помутнеть, но не с этим производителем Еще раз говорю Там стоит самый плотный Самый лучший, как нам в магазине сказали Ну я знаю, я знаю замечательного производителя Потому что я много очень монтажей Монтирую с этим дымоходом Я знаю, как эта труба себя ведет Поэтому Здесь неправильно собрано Вот из-за этого загорелось А ты просто блогер или представитель этого? Я Дмитрий Михайлов И блогер в том числе У меня свой магазин, я монтажем занимаюсь Все делаю своими руками Когда магазин предоставляют Допустим, ну поехал заказчик и привез Точнее я покупал, а то он привез То есть ему дали все Абсолютно от начала отверстия Из печки И до самого конька То есть, а вот сюда Что должно быть? А сюда мы забыли сказать, что у нас перекрытие А продавец в магазине не читает мои мысли И на вопрос, почему не возник у монтажника вопрос В части вот этих вот переходов на перекрытиях Я не смогла вчера ответить Это вся ответственность лежит на монтажнике Ни в коем случае Если вам чего-то не вратает Сэндвич труба Если здесь стояла просто железная труба Да, она нагревается И от нее загорится пол А сэндвича я ни разу не видел Чтобы пол загорелся Вы зайдите, пожалуйста Зайдите на мой канал Не, ну подождите Да, не важно Хоть сто лет Есть факты, да? Я ни разу не видел Чтобы от сэндвича загорался пол Она нагревается Она будет горячая Так же самое Вон стоит в доме печь Кирпичная Ее можно накочегарить Она нагревается Руку положил И отдергнул Но стены и перегородки От этого не загорается Сэндвич не может загореться Доски от сэндвича не могут загореться Смысл это покупать Это сэндвич Или дешевле было бы из кирпича Выложить и все дела Я вам еще раз покажу Не может от сэндвича загореться в доске Вы хотите пойти дальше? Вы хотите вызвать пожарников? Вы хотите пойти дальше Запустить вот это вот колесо? Я не хочу Я вам еще раз объясняю Я хочу узнать Что причина именно в этом Так? Ну То есть что нужно сделать? Сделать вот это вот Так? Здесь должен стоять противопожарный узел Это называется ППУ Понял Там внутри я сделал короб из доски Сделан короб внутри И там засыпан керамзит Короб делается не из доски? Ну он сделан на расстоянии от трубы где-то сантиметров на 20 Неважно Короб делается у вас вот здесь вот Там может быть у вас возгорание вот здесь вот Короб должен выходить Выше по уровню пола Понимаете? То есть если устранить Если сделать вот эту обвязку То есть уложить утеплитель туда Или Ну обычно я знаю Всю жизнь пользовались Песок засыпался И положить сверху вот этот Как вы говорите Пожарный там какой-то Или что? Противопожарный узел называется И все Проблема решена Проблема решена Если вы выводите Никаких противников Сгорания было Все Хорошо Я согласен Это моя ошибка Вы должны это принять И с этим дальше надо как-то жить И от этого не нужно Я это не долго Это исправить И все И тогда уже 100% Уже будет в печь работать И не будет никакого возгорания Да? Ну здесь Это не одна ошибка У вас Здесь вот то же самое Вот это делать Ни в коем случае нельзя Плюс у вас сруба Не выведена Выше на полметра Уровня конька Скажите мне Зачем вы берете за ту работу Которую вы не знаете Это все рассчитывали ваши ребята Да не важно кто рассчитывал Вы берете за работу Они мне тоже считают Выезжают на объект Я дополнительно Они считают спецификацию Я как монтажник Я выезжаю на объект Я проверяю ее всю Еще как правило 30% идет дополнительно Комплектация Они не могут все знать Они продавцы Понимаете? Это то же самое Что вы строите Начинаете дом Вам считают там Кирпичей 400 А вам надо 500 Ну вы что Сделайте 400 кирпичей Хотя из пара это 500 Нет конечно Вы не будете это делать Почему там доска не доложена Это строительно Мы строители Мы должны это знать Это наша работа Это наша ответственность Поэтому Примите как есть Это ваша ошибка И здесь Не знаете Не верите за эту работу Зачем? Я говорю У меня очень много переделок Очень много Насчет пола Что здесь Примыкание плотно Я насчет этого С этим согласен Но то что Пол догорелся От сербича Вы видели Сейчас Речь строителей Которых 20 лет В стройке Поэтому Каждый сделает выводы Для себя С вами был Глеб Митрий Михайлов Коммен Бай А я буду работать Всем хорошего настроения Пока Субтитры сделал DimaTorzok